всем привет вы на канале build your life сегодня необычный формат программы сегодня мы в гостях у ивана голуба сооснователя центра комплектации everest и мы поговорим сегодня с бизнесе о развитии личности о построении бизнес-процессов и о том что необходимое для построения своей жизни расскажи как ты вообще пришел сантехнику планировали ты работать в этой отрасли или это было случайно не не планировал это было еще студенческие время откровенно говоря прогуливал пару и предложили мне сходить на собеседование ну я все равно считаю что то что тебе приходит жизнь то тебе нужно поэтому на определенном этапе я попал в эту струю но попал в элементарную компанию которая занималась просто продажей оборудования при том что это оборудование было там простое несложное и там нужно было просто продавать а дальше уже все пошло как говорится по накатанным а почему пошел на собеседование ну какая мотивация да у меня в планах было уезжать из страны я учился в институте и был вариант уехать в англию но так как у меня было где-то 45 месяцев до англии я решил почему вы мне не по заработать денег в итоге я устроился на работу я не уехал не в англию потом у меня была возможность въехать в штаты я не уехал штаты и наверное понял что пока выезд за границу не мою ну и начал работать но и там уже работа так закрутила что я устроился я шучился в сумах и первые где-то три месяца работал сумах потом мне предложили переехать в киев попробовать себя в киеве то есть будучи студента 5 курса еще не закончивший там половину 5 курса уехал в киев перевелся на на индивидуальный график ну и наверное понял что карьера пошла и уже решила англию на киев да да поменял и лучше англии лучше я в англии не был все-таки наверное где-то внутри у меня еще осталась какая-то наверное мечта нет не до мечта я даже поездить в англию ну я думаю я со временем съезжу то вопрос выделить время и туда съесть почему я рассматривал вопрос переезда ты была на постоянную основу или как-то просто поехать в англии вернуться поехать в англию заработать денег приехать и купить машину цель была закупить машины мотивация машину все приезжали с англии с машинами машины нас по сегодняшним меркам приезжали конечно абсолютно не в кондиции но я хотел себе автомобиль в итоге цель поехать за границу было купить себе автомобиль ну в итоге автомобиль я купил ровно через где-то год работы в киеве и автомобиль был новый салона поэтому такая перспектива меняла и я понимал что те ребята которые да они конечно увидели мир они увидели англию они заработали денег ну на тот момент я тоже начал уже зарабатывать более или менее нормальные деньги по тем временам в деятельности в работе либо вообще в жизни профессиональный наверное есть чем сложнее задача тем она больше меня захватывает наверное сложная сложная задача правильно понимает и себе ставишь сложно у меня каждый выход на новый уровень происходит со сложной задачи я попадаю из простого бизнеса в сложный понимаю что для меня это очень сложно и непонятно какая происходит там где-то полгода-год старание ничего не получи ничего не получается в итоге выходишь на новый уровень и ты понимаешь что сложная задача решена потом опять новая сложная задача опять новая сложная задача при том что не имеет значения в каких сферах ты занимаешься будь то это музыка бизнес или семья ну для меня по крайней мере для меня это так какие сложные задачи ты ставишь в семье ну так как я человек импульсивный у меня поначалу в семье было не все так просто при том что у меня жена цифра ну в кавычках да она более такая алгоритмическая а я более то подвержен эмоциям поэтому мы как огонь вода ну нашли общий язык все нормально и потому что на фоне творчества с женой мы сошлись замечательно меня привлекает музыка и привлекают танцы наверно на этой почве мы несмотря на то что она более алгоритмический человек нежели потому что я могу там переступить ступеньку когда до нужно в алгоритме действовать правильно она не будет это делать она будет делать все методично ровно и красиво но вот мне больше с творческой точки зрения мы наверно сошлись понятно ты считаешь себя предпринимателем да наверное самое правильное определение предприниматель потому что бизнесмены немножко устаревле понять немного устаревшие понятия до предприниматель наверное более точно отображает идеологию среднего бизнеса может быть большой бизнес там уже есть уже ты бизнесмен средний малый бизнес да это предпринимать что на тебе повлияло наибольше с точки зрения восстановления предприниматель ну может быть это вуз и школа или же эта книга или какой-то случай или какой-то человек какой-то какой-то случай на который включаете да я думаю что тут слово предприниматель можно применять не только к ведению предпринимательской деятельности как таковой там зарабатывание денег да у тебя до того как ты открываешь бизнес у тебя есть садик школа и институт и я думаю в школе уже всем понятно кто будет предпринимателем а кто не будет предпринимателем я не могу сказать что меня туда толкнуло просто ты те действия которые я сейчас делаю в бизнесе отмотавший назад свою жизнь я смотрю что я в принципе алгоритмично те же действия уже делал в школе то есть у меня мне чего-то хотелось я хотел чего-то достигнуть я двигался не вот скажем так входящего трафика который ко мне идет а я создавал этот то что мне хотелось тому я и шел я считаю что это суть предпринимательства в этом и заключается есть у тебя твоя может назови это хотелка желание независимо там план по продажам прибыль какая-то не имеет никакого значения вопрос как ты находишь дорогу прийти к тому чего ты хочешь просто есть люди которые приходят к этому а есть люди которые не приходят и не хотят у них даже даже плана такого нету то есть на том же самом примере бросить курить этаж абсолютно идентично с получается становление тебя как предпринимателя личности я зависит зависело от родителей большая часть от родителей но если ты говоришь что в школе ты уже понял что ты уже меж повторял те действия которые потерять сейчас до в рамках предпринимательства родители тут ситуация наверное с родителями у меня было немножко методом от обратного у меня родители медики и мать скрытый предприниматель но так как по роду своей деятельности она не может вести предпринимательскую деятельность да вот они наверное больше меня склоняли к стабильности к понятию и вот этим пошаговым действием они хотели чтоб я нашел хорошую работу чтоб я там был юристом и тому подобное и я наверное от обратного шел что мне не нравилось если я вижу что я на шестую ступень могу перешагнуть с первой на вторую потом третью четвертую они мне говорили не шагай 1 2 3 4 а я понимал что этому сократить очень быстрые сроки и наверное от обратного это все шло туши меня там музыкальной школы насиловали очень долго но я понимал что мне например именно тот инструмент который мне нужен на не меня туда не отправили говорили занимайся то же самое сальфеджио муз литература она мне не нужно было то есть я понимал что мне нужна музыка вот как вторая ступень музыкальная литература и сальфеджио она мне не нужно и наверное от этого я и двигался что меня говорили делай алгоритма я пытался ну наверное у меня в детстве были с родителями такие тяжелые отношения потому что бунт бунт внутри меня был постоянный я постоянно убегал из дома из-за того что меня постоянно пытались загнать в рамки может оттуда кстати это и появилась вот это предпринимательство очень много мне дал кстати с точки зрения предпринимательства я в школе занимался к веном и он мне очень много дал то есть там была такая коммуникационная складовая покажет на украинской море которая дает тебе возможность развивать как мозг речевой аппарат и люди сейчас в свете последних событий к в рождают многих великих людей да да нет нет однозначно нет не моя тема не в детстве никогда не было мысли и идея стать президентом или политиком у меня было скажем так в институте я был в студенческом профсоюзе я понимаю что это такое я участвовал там на выборах 2004 году до когда ющенко победил я понял эту кухню изнутри ни при каких обстоятельствах я туда никогда больше не вернусь это все ужасно если одним словом выразиться это все ужасно я не понимаю зачем кстати наш сегодняшний президент туда пошел для меня это нонсенс я не я его не понимаю зачем это делать чтобы он сам понимал ну давай дальше пойдем такой вопрос да ты как собственник компании да ты работаешь с продуктом и вы работаете с определенным ассортиментом от как рассчитаешь лучше иметь большой ассортимент но по средней цене или же работает с узким но по хорошей цене наилучшим хорошая цена узкий ассортимент да ну ты не у тебя например может быть сто процентов например мы берем рынок сантехники там за процентов продуктов которые всевозможны вот ты можешь покрывать например в компании 80 процентов ассортимента но у тебя будет маржа то минимально там заработок но ты можешь например выбрать 10 процентов и иметь маржрут на 50 процентов как ты думаешь что для тебя более подходящий тут вопрос наверное будет более корректен в каком канале сбыта мы работаем потому что если компания работает в канале сбыта битуби это одна стратегия работает в канале битуси это другая стратегия если рассуждать на на нашем на примере нашего бизнеса наверное для меня узкий ассортимент не является приоритетом для меня на сегодняшний день и для компании цена не является приоритетом разница в 357 процентов абсолютно отрабатывается качественным сервисом качественными переговорами и вообще качественным продуктом то есть если взять итог нашей работы для конечного заказчика это является грамотно с точки зрения инженерии спроектирована и реализованная система то есть это и есть твой продукт который ты продаешь конечно мы да да мы продаем мы продаем не только систему идеология центра комплектации заключается в том что вы получаете четыре пункта из из одних рук от одной компании в том числе и сервисное обслуживание не просто когда у вас сломался котел обслуживание всей системе на протяжении там пяти семи десяти лет да и количество людей которые хотят получить такой продукт с каждым днем на наше мнение растет все больше и больше цена для них не является приоритетом если например мы возьмем узкий ассортимент мы за четыре года работы поняли что узкий ассортимент не является как бы плюсом в работе с конечным потребителем нет вот есть конкретная задача под эту задачу мы можем решить вот такими вот способами где мы не ограничиваемся узким ассортиментом и наценка в данном вопросе и цена не есть первоначальная ну как раньше и была цена находится на третьем месте на сегодняшний день она на четвертом на пятом месте если коснуться би ту би возможно согласен цена ну я думаю что ценой берут те кто не умеют дать не умеют дать качественный продукт во время рабочего процесса такими принципами ты руководствуешься ну например у тебя есть какому расшифровываю вопрос например возможно это там честность или мораль или что-то другое то есть например чего ты никогда не меняешь какие бы сложности какого бы ну никогда не меняю вряд ли наверно за время время когда появилась свой бизнес да когда я стал в классическом понимании предпринимателем нельзя так сказать что никогда ситуация меняется и ты исходя из этой ситуации тоже меняешься поэтому никогда слова мы опустим но наверное такие постулат или столбы да на которой мы держимся у нас команда очень долго набиралась та которая есть на сегодняшний день много людей приходило и уходило мы не ставим себе за задачу брать на работу профессионалов в данной отрасли я считаю что профессионалами становятся и идеология компании она способствует тому чтобы человек стал профессионалом наверное меньше всего чего мы отойдем мы первую очередь на работу берем порядочных людей и во вторую очередь берем предпринимать профессионал как ты проверяешь порядочность первый месяц все показывает элементарно проверить порядочность посмотреть как себя человек ведет в быту то есть то что он будет говорить это одно то как он себя ведет вот просто в месяц человек в офисе находится и элементарные вещи такое как приготовить кофе пообщаться с коллегами пойти на перекур порядочность просматривается с бытовых вопросов обычно за ней никто не за бытовыми вопросами никто не смотрит хорошему например человек порядочный но не приносит результат нужно понимать его мотивацию порядочный но не приносит результат и такие тоже ситуации были но мы все-таки здесь занимаемся предпринимательской деятельности хороший человек это не профессия есть цели есть задачи если они выполнимы все вопросы но в любом случае маломальский порог профессионализм он же есть то есть мы не берем например там пятикурсника и говорим иди и продай проект на 20000 евро нет мы так сказать не можем в любом случае это минимальный он у тебя профессионализм как бы есть еще какие принципы еще у нас есть принцип мы над ним очень сильно работаем у нас пока не особо сильно получается четкость выполнения действий то есть мы сейчас более перепропилировали скажем так такой компания которая четкость действий у нас должна быть доведена до автоматизма не совсем это сейчас получается то есть разбираем отдельно каждое действие очень детально описываем его и понимаем где у нас ошибка то есть если взять девятнадцатый год и посмотреть его с восемнадцатым годом результаты у нас замечательные я результатом доволен но не доволен тем количеством ошибок которые мы допускаем в процессе то есть вот у нас вопрос наверно все-таки сказывается что я могу перепрыгнуть одну ступеньку и вторую вот это вот предпринимательская жилка она мне сейчас немножко вредит потому что нужно четко выполнять конкретные в определенном алгоритме действия выполняем и вот над этим сейчас очень сильно работаем для этого и этого очень сильно не хватает тогда в эту тему вопрос как ты считаешь необходимо усиливать свои сильные качества и слог или слабы не только моя моя философия неоднократно на офисе в компании это говорил все мои минусы я на них забил и работаю только над плюсами я не работаю над минусами своими лично как человек я работаю только над плюсами точно также мы в компании понимаем что наша сильная сторона для заказчика первое второе третье мы обрабатываем работаем с сильными сторонами если у нас есть слабая сторона мы ее там доводим до минимального нормального уровня его просто этой минусовой стороны незаметно на фоне этих плюсов то есть моя логика работает таким образом что на минусы можно забить работы только с плюсы хорошо а если вариант такой что во время подбора команды например выбирать разноплановых игроков до работников дурай имеет другие плюсы нежели у тебя и компенсировать эти минусы абсолютно все логично полностью с этим согласен игроки должны компенсировать мои минусы но тут же давай так самый основной вопрос какая суть компании вот если компания например импортер зачем ей заниматься например прямыми продажами или компания производитель то есть суть понимаешь игроки набираются такие мое мнение набирать игроков таких себе в команду которые усиливают твои плюсы не набирать которые будут закрывать твои минусы которые у еще больше усиливают твои плюсы то есть просто люди не будут никогда обращать внимание на минусы когда у тебя твои плюсы не средне статистические заказчик просто выходит после выдачи коммерческого предложения и он я готов с вами работать все согласен цена он на цену уже не обращает внимание в самом конце как считаешь сейчас сложно набирать персонал с каждым днем все сложнее и сложнее почему полное непонимание предпринимателей кто им нужен в бизнесе полное отсутствие понимания как отсканировать кандидата ты сейчас между виду кто не понимает тот кто набирает а кто у вас компания набирает людей я то есть ты не понимаешь людей это тяжело сделать ну и давайте так у меня я могу сделать десять-пятнадцать собеседований и не взять никого мне отчасти это мешает то есть я очень придирчивый в этом вопросе у меня собеседование может проходить пять минут и мне этого достаточно но за пять минут я буду придираться реально возвращаясь все равно вопросу почему тебе сложно выбрать персонал но что тебя отталкивает в людях почему ты не можешь определиться вот взять человека на работу я думаю скорее всего стран допустить ошибку это было кстати и при ведении своего бизнеса и когда я работал наемным сотрудником страх сделать ошибку наверное это какая-то психологическая травма из детства потому что в школе была та же самая ситуация страх допустить ошибку институт страх допустить ошибку и сейчас тоже самое происходит последнее это мой минус я это прекрасно понимаю как периодически борюсь с этим минусом происходит так не провожу 15 собеседований беру провожу 5 и выбираю одного человека вот одного из из команды я взял таким образом и он сейчас эффективный менеджер приносит прекрасную прибыль компании было проведено 5 собеседований был взят один человек все просто сказал выключи страх допустить ошибку возьми человека как которого ты чувствуешь наверное ну на том этапе бизнес который у нас сейчас находится наверно больше я чувствую людей нежели их сканирую как профессиональные чар наверное больше чувства это было и на предыдущих места где набирал людей но у меня так получается что я все время работаю где-то в стартапе то есть на сегодняшний день бизнесу 4 года и он выходит только из состояния стартапа на более или менее плановые показатели у нас появилась какая-то двухлетняя аналитика что мы можем бизнес совами рычагами управлять бизнесом до этого это было просто все на интуицию плюс мы перешли из сегмента b2b в битусе это вот опять это типа тяжелая задача сложная но она меня привлекает она мне действительно нравится наверное больше ответ такой не бояться допустить ошибку и вот я думаю следующий вот он уже больше будет инструментальный да то есть ты понимаешь каким инструментом как тебе управлять конкретной ситуации пока на сегодняшний день 60 процентов это было интуитивно 40 это бизнесовые инструменты ты ты Продолжение следует...